Пока международная торговля ощущает на себе воздействие закупорки Суэцкого канала и множество судов вынуждены огибать Африку, Россия пользуется возникшей ситуацией и активно рекламирует свой северный морской путь, СМП, пишет американское издание The Maritime Executive. Российский лидер Владимир Путин много лет предлагает СМП, пролегающий вдоль арктического побережья РФ, в качестве альтернативы Суэцу. Сейчас, когда судоходная артерия в Египте оказалась заблокированной, Москва использует подвернувшуюся возможность, чтобы еще раз напомнить человечеству про СМП. Российский энергетический гигант Росатом недавно проинформировал общественность в твиттер-аккаунте о трех причинах, по которым СМП стоит рассмотреть в качестве равноценной замены указанному каналу. Напоминаем, что Росатом является официальным инфраструктурным оператором СМП, имея в своем распоряжении целый флот атомных ледоколов. Первая причина – гораздо больше места для рисования своеобразных картинок с помощью ваших гигантских кораблей, контент не для всех возрастных групп. Вторая причина – если вы застрянете во льдах, у нас есть ледокола, способные их сломать. В качестве третьей причины, Росатом опубликовал гифку, сделанную из кадров сериала «Остин Пауэрс», в которой главный герой застрял в вагоне шаттля, ходящем туда-сюда по узкому туннелю. При этом они наложили на вагон картинку гигантского контейнеровоза «Эвер Гивен», перегородившего Суэцкий канал 23 марта 2021 года. 25 марта Росгидромед сообщил, что в некоторые годы СМП будет практически полностью очищен ото льда в летние месяцы, как это случилось в 2020 году. Из-за климатических изменений Россия хочет использовать этот путь для экспорта нефти и газа на мировой рынок, подытожила СМИ из США. Заметим, что с обеих сторон Суэцкого канала уже скопилось более 320 различных судов с разнообразными грузами. Виновник инцидента хорошо виден с Международной космической станции, и российский космонавт Сергей Куть-Сверчков сделал фотографии. Снимки показывают, что носовую часть 400-метрового судна удалось сдвинуть. Однако впереди еще достаточно работы. Нужно полностью развернуть контейнеровоз, чтобы разблокировать судоходство по торговой артерии, на которую приходится 10-12% международных грузоперевозок.